знаете мало того что там сколько лет я обучаю сколько лет я управлял компанией сколько лет я сталкивался с трейдерами и сегодня я реально именно хочу с вами поговорить по душам и объяснить вам почему у вас не получится и те люди которые смогут по-другому объясню вот я всегда общаюсь с такими интересными людьми которые чего-то добились ведь это это очень важная фраза не просто там с какими-то богатыми людьми это люди которые чего-то добились то есть это человек который добился чего-то в спорте чего-то в бизнесе чего-то может там неважно написание книги и все остальное очень многие из вас думают что сила желания она победит все к сожалению силы желания маловато и сила желания она не будет там прям побеждать посмотрите фильм сейчас я вам скажу как он называется одну секунду называется настоящая женщина 1999 года я просто вам расскажу немножко об этом фильме что мы давно с вами по душам не разговаривали а чем становится старше тем становится сентиментальным так вот посмотрите фильм который называется настоящая женщина это 99 года фильм с о величайшей писательнице 70 80-х годов которую звали джеки сюзан значит джеки сюзан была артисткой простого третьего плана такая ну очень эпизодический ролик как говорили советском союзе это была женщина которая была в эпизодических ролях но которая не просто вот знала что она хотела она один день пришла когда познакомилась со своим будущим мужем она сказала одну очень важную вещь я буду не я хочу я буду известным вот теперь давайте об этом поговорим более детально так вот что такое я хочу быть известным я хочу быть известным это значит что надо выполнять определенные вещи для того чтобы быть известным то есть все что мы рождаем порождает следствие например я хочу быть трейдером это значит что все что соприкасается с работой трейдера вы обязаны делать без исключения так вот она снималась в эпизодических ролях она снималась там где-то помощники там на передачах каких-то потом и очень повезло что у нее был очень правильный человек возле нее ее муж и ее муж был продюсер средненькой руки и ее муж сказал одну вещь все что и хотелось ей просто хотелось быть известны и популярны вот это все что она хотела прям с детства наград я мечтаю вот эти овации там и все остальное то есть человек просто хотела быть известно очень часто мы бы чего-то хотим но мы не можем воспроизвести чего мы хотим например человек говорит я хочу быть хорошим трейдером естественно ты ему задаешь вопрос а что такое хороший трейдер и человек детально не может ответить что такое хороший трейдер человек говорит ну вот это там 10 тысяч долларов в месяц 100 тысяч долларов в месяц полмиллиона долларов в месяц миллион долларов в месяц то есть вы конкретно должны понимать аббревиатуру, в которую вы идете, например, что для вас такое Хороший трейдер. Для меня Хороший трейдер имеет только один синоним. Кто знает, что такое синоним? Синоним, это значит сроднее слово. Так вот, синоним слова Хороший трейдер для меня это стабильность. То есть, для меня слово стабильность, она очень важна. Почему? Если вы будете стабильным, вы сможете зарабатывать сколько денег вы хотите. Я когда-то начинал, риск был 20 долларов, потом 50, потом 100, потом 500, потом 1500. Самый большой риск на сделку, который у меня когда-то был, это был 5000 долларов на сделку. И я понимал одну вещь, что я просто отрасту. И я всегда говорил себе одну вещь, что стабильность это признак мастерства. Так вот первое, когда вы вообще, неважно, хотите заниматься трейдингом или хотите заниматься любым родом деятельности, первое, вы должны понимать, что этот бизнес за собой несет, что вам нужно делать для того, чтобы в этом бизнесе состояться. Коко Шанель когда-то сказала одну феноменальную фразу. Чтобы иметь то, чего вы никогда не имели, нужно делать то, что вы никогда не делаете. И тут у вас начинается проблема. Почему? Огромное, огромное количество информации, которая есть в интернете. Вы начинаете бросаться там от одного выступающего к другому, к третьему, к пятому и все остальное. Но вы должны понять одну вещь, что очень важный фактор заключается в том, что все эти люди, включая меня, они несут свое собственное мнение. И тут возникает вопрос. Например, кому доверять? Когда парень там 35-летний, я сейчас вот недавно смотрел, говорит, что он там 15 лет в индустрии, там все круто, а я в индустрии 24 года, и я не знаю, кто он такой, что-то тут не то. Потому что что-то тут реально не то. Поэтому очень важный фактор, о котором мы сегодня поговорим, перед тем, как мы перейдем именно к деталям, это что вообще нужно делать для того, чтобы состояться в трейдинге. Да правда. Смотрите внимательно. Значит, первое, что вы должны начинать всегда, это теоретическая часть. Теоретическая часть, вот это самое важное, с чего вы должны начать. То есть у вас должна быть сильная теория. Вы знаете, вот чему бы я не учился, где бы я не был, там я профессиональный спортсмен бывший, и я всегда понимал одну вещь, что я без теории никуда, что практика без теории, это абсолютно пусто. И когда я профессионально занимался борьбой, я понимал одну вещь, что мне если не будет хорошей теоретической подготовки, мне будет очень и очень тяжело. И одного спортсмена сразу там не выпускает ни на ринг, ни там, ни на татами, никуда. Человек должен быть теоретически сначала подготовлен. Почему? Потому что мозг, который воспринимает нашу информацию теоретическую. Вот как выходит тренер боксером и ставит тебе руки правильно. Как ты должен стоять, как твои плечи, под каким уклоном. И ты делаешь это упражнение по 500 раз. Что вас отличает от всех этих людей? Вы думаете почему-то, что трейдинг это чересчур простое и легкое занятие. Тут, к сожалению, я вас всех разочарую и откину просто назад. Задайте себе вопрос. Почему 95 процентов людей теряют деньги? И вы ответите себе предельно просто на этот вопрос. И ответ, он предельно прост. Потому что элементарно, а первое, у этих людей нет правил. Вот в прямом смысле слова, просто нет правил. И вопрос два, скорее всего, если у этих людей есть какие-то правила, они просто их не выполняют. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!